всем добрый вечер всем кто к нам присоединился это занятие мы по-прежнему пребываем тяжелом периоде истории народа израиля и страны израиля каждый пытается каким-то своим способом пережить это непростое время не представляется что когда мы занимаемся учебой тем более учебы связанной с историей израиля каким-то образом дает нам возможность ну или жить тот травматический момент который мы сейчас пребываем из уроков прошлого что-то может быть извлечь касающегося сегодняшнего настоящего мы сейчас с вами во-первых завершим разговор который мы начали в прошлый раз мы говорили об александре македонском и как я вам сказал мы прочтем еще один текст посвященный александру македонского в талмуде это даст нам какое-то более полное представление об его образе каким он предстает в еврейской традиции и хотя этот текст конечно поздний созданный много столетий через много этих после самих этих событий понятно что текст этот не отражает историю отражает скорее некоторые рефлексию по поводу истории это года тем не менее нам я думаю удастся извлечь из этого текста какие-то действительно важные концепции концепции я напомню что то что мы уже видели это некоторые амбивалентные образ александра как он предстает в еврейских источниках начиная уже с ноги даниэля затем у иосифа флавия и вот в талмуде с одной стороны это чужак завоеватель который угрожает устойчивости еврейской общины до сих пор находилась под властью персов а с другой стороны есть некое стремление есть такой термин ленакес это не совсем присвоить себе но это как бы что называется воспринять сделать частью себя те ценности или то те представления которые кажутся важными и необходимыми поэтому александр в чем-то предстает перед нами как воплощение мы это по моему упоминали благословение ноха обращенного к шемуев и у двум своим сыновьям где в частности сказано и расширит бог еф это и будет обитать шатрах шема и там не очень ясно кто именно будет обитать шатрах шема будет ли обитать шатрах шема бог или ефит у одной из по одному из комментарий это ефит который чью ценность мы признаем но который для того чтобы эту ценность реализовать искать нормальным образом он должен он должен стать как бы поместить себя в шатер шема и мы видели что мы видели что александр рассказе который мы читали приклоняет колено перед иерусалимским первосвященником говорит о том что образ этого первосвященника вдохновлял его на победы скажем не образ аристотеля образ вот именно еврейского правосвященника кроме того мы видели некоторые диалоги между александром и еврейской общиной в ходе которых александр выступал своего рода арбитром на он должен был решить чьи претензии более правильных претензии или врагов и евреев или евреев на землю вот и мы дошли до вот истории которой я хочу закончить свой обзор касающийся александра эта история находится в иерманском талмуде трактате тамиды небольшой трактат и она здесь на армейском языке поэтому я сразу же буду переводить ее она достаточно длинная не буду приводить ее всю а только некоторые важный смысловой кусок александр здесь беседует с еврейскими старейшими старейшинами которые называются старейшинами юга он задает ему вопросы 10 вопросов вот и они на них на все отвечают какой-то момент он задает им вопрос о том кто то наиболее счастливый и кто наиболее богатый и как надо частности он задает вопрос обвести славу среди людей мудрецы отвечают ему что нужно презирать царя и власть александр в ответ отвечает мне ваш ответ не понравился я считаю что гораздо правильнее добиться милости царей царя и власти и спросить таким образом благо для подданных вот здесь как бы это положение в ничью на это ничем не разрешилось да у мудрецов одно представление о том как получить славу среди людей как раз таки люди славные от власти или скажем современных терминах от политики удаляются александр считает наоборот приближаются потом александр говорит задает им вопрос а кто из вас самый мудрый здесь место как раз в презентации отражено кто из вас самый мудрый они говорят ему мы все равны мудрости на каждый твой вопрос у нас был один ответ и тут александр спрашивает а почему вы отказываетесь мне подчиниться из на самом деле из рассказа этого не ясно из чего александр заключает что мудрецы отказываются ему подчиниться но видимо из вот предыдущего кусочка которая прочитала что вот они говорят надо удаляться от власти презирать власть а значит получается власть александра они ему на это отвечает довольно дерзко сатан побеждает таким образом как бы намекая на то что александр это сатана он немедленно с ответом говорит я вас сейчас всех прикажу казнить за такой ответ на ему ответ говорят не хорошо царь хотя и ты царь и власть своих руках но ведь ты обещал им безопасность опять же в раска из рассказа не следует что он действительно обещал им безопасность но видимо поскольку они являются подданными александра они полагают что власть должна оберегать своих подданных нехорошо тебе лгать говорят они и он немедленно и ходил в пурпурной одежды и наградил золотыми ожерельем а то есть из этого мы делаем вывод что на конечном витке спора побеждают еврейские мудрецы и великий александр чья власть простирается от македонии до индии будет простираться от македонии до есть до индии признает их правоту и награждает вслед за тем александр говорит мудрецам что он хочет отправиться в африку африка с африками уже сталкивались предыдущем тексте в талмуде как раз люди пришедшие из африки предъявляли претензии на землю ханаан и убежали оттуда после того что был получен исчерпывающий ответ от еврейского деятеля вот вот теперь александр хочет сам пойти в африку мудрецы пытаются отговорить его сказать что это совершенно невозможно но александр говорит для меня ничего недостижимого нет я все преграды преодолеваю что в известном смысле соответствует действительности он в самом деле преодолевал все военные игра и вот отправился в африку и обнаружил там на страну амазона он хотел с ними начать войну по привычке куда он приходил все завоевывал но эти женщины сказали если нас убьешь что пойдет слава что царь убил женщин а если мы тебя убьем это пойдет слава что царь был убит женщинами это тоже перекликается из предыдущего рассказа где вот или бен сиса тоже говорит о том что если я проиграю в споре то скажут что проиграл то не мудрец а если я выигрываю то скажут что тора господня одержала побед а вот как бы вилка александр подумал и решил их не трогать он сказал им принесите мне хлеб а ему они ему принесли золотой хлеб на золотом столе он ему деле он очень удивился и спросил чему не принесли золотой хлеб уже невозможно есть на что на что получен ответ а что для того чтобы получить хлеб тебе нужно было уходить из своей собственной страны и приходить к нам и александр в общем побежденный словами уходит из этого места и оставляет оставляет надпись оставляет надпись которая в общем свидетельствует о том что он признает свое поражение я александр македонский был глупцом пока не пришел в африку страну женщин и получил от женщин мудрость совет потом рассказывается следующий вот этот кусочек тоже здесь появляется презентации он возвращаясь уже остановился у источника воды и присев там начал есть хлеб у него был какой-то хлеб а также была у него с собой соленая рыба и он ее помыл в этом источнике рыба жила есть разные объяснения на самом деле того что написано в этом тексте в самом деле рыба жила или там зависит от того читать руха или реха запах а потому что по другому объяснению него появился какой-то странный запах а вот и он сказал когда он почувствует видимо это источник который течет из райского сада а есть те кто говорят что он черпал воду до тех пор пока не оказался у входа в райский сад и он крикнул громким голосом петхули баба откройте мне ворота а ему на это ответили зеха шар ладунай ответили ему стихами из псалма это врата господни а тебе здесь не место он сказал я же царь я очень важный человек дайте мне что-то от этого величия что же ему дают ему дают череп он ее он этот череп мешает взвесить и череп каким-то странным образом оказывается тяжелее чем все золото и серебро которое у него было и вдруг снова на сцене появляются еврейские мудрецы потом спрашивает что же это значит почему череп тяжелее всего золото и серебра они ему сказали а потому что это череп человека чьи глаза были ненасытные чайки глаза и чья плоть были ненасытны он не верит они тогда что делают они взяли немножко пыли или праха и засыпали глаза у этого черепа и после того взвесили череп и оказалось он тут же взлетел на небесах на весах а то есть он был тяжелее всего из-за глаз из-за глазниц и цитируется здесь стихи с книги притчей как шеол и погибель ненасытны так и глаза человека ненасытны вот на этом собственно говоря заканчивается эта история у нее есть там еще некоторая концовка но в целом как бы мы уже сейчас можем оценить что думают еврейские мудрецы об александре македонском то есть здесь как бы происходит некая переоценка ценностей внешнее величие власть способность завоевывать все это на самом деле ничего не стоит это как череп с этими ненасытными глаз не глазницами глазами только их засыплют прахом и я думаю все мы понимаем что это на самом деле метафора что это метафора того что человек умирает человек умирает и после этого вся его власть все его богатство все это закончилось и таким образом александр что называется дважды оказался в дураках один раз в трижды даже один раз признав своего поражения у еврейских мудрецов второй раз у женщин в африке у этих амазонок так сказать а третий раз снова у еврейских мудрецов это как бы кольцовый его диалог с еврейскими мудрецами историю про женщин в африке и как бы мы понимаем что талмуд воспринимает величие александра как нечто эфемерное и на самом деле цена которому пятак выражаясь словами песни галича а дальше там все это заканчивается тем что цитируется слова рабби леазара веназаре и талмидей хахамим марбим шалом баулам шинеймар вахоль банай хлимудая дунай варав шалом банай шалом банай значит мудрецы ученики мудрецов умножают мир в мире вселенной цитируется стих из из книги шаяу все твои сыновья ученики господни и и сыновей твоих много мира то есть завоеватель александр на самом деле может вести только войны но все эти войны все эти конфликты на самом деле не приводят никакому устойчивому состоянию мира мудрецы которые казалось бы зависят от него политически они вносят в это в наше существование некий смысл некую мудрость и они это мудрости есть мир и это собственно говоря дает им право входа в райский сад за шар леадунай то право которого александр не шон ну вот это что касается александра и если у вас по ходу дела возникли какие-то вопросы то сейчас самое время их задать вот именно по поводу того о чем говорили до сих пор фигура александра македонского в рейской традиции если есть вопросы можно их задать если нет мы будем двигаться дальше окей если появится вы не забывайте теперь смотрите последний слайд этой презентации александр завоевал посток с какой-то молниеносной быстротой 334 году он начал свои походы 332 году вошел первый раз на территорию телесирии будущем будет называться наш регион а 323 году после своего индийского похода он умер 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 в вавилоне мы не знаем точно чего он умер кто-то говорит болезни кто-то пьянство кто-то еще чего-то но ему всего-то было 33 года и сразу же практически после его смерти начались конфликты между его военачальниками александр фактически не обеспечил принцип наследия и в конечном счете власть в его империи была поделена между его военачальниками или как их принято называть диадохами наследниками вот эти диадохи фактически разделили огромную империю александра на четыре основных части египетская часть попала птолемею лагиду и там была основана династия птолемеев то что мы сегодня называем сирией вавилоном попала селевку и так была создана империя селевкидов царство селевкидов и более маленькие владения отошли к македонское царство им продолжал править кассандр и там антигон а в афракии малой азии какое-то время управлял и семах вот но основная как бы основной центр тяжести как бы основная роль в истории на самом деле выпала на выпало двум царством из этих четырех это птолемея и селевкид при этом как раз наш район был в каком-то смысле яблоком раздора между этими двумя династиями этими двумя царствами оба были эллинистическими оба были по происхождению македонскими царствами значит птолемей в египте подчинил себе как бы эту территорию уже в год смерти александра хотя короновался он официально лишь в 305 году годом позже птолемея то есть тот в 323 году а в 322 году селевк становится сатрапом вавилона и к 312 году он утверждает свою власть тоже становится царем а дальше между ними начинается довольно долгие и кровопролитные войны за территорию как раз эрес-исраэль которая как бы является очень важным торговым путем и в начале 301 году было пять войн пять раз земля израиля переходила из рук руки ну в общем к 301 году птолемей смог подчинить израильскую землю себе и конфликты впрочем продолжались но на протяжении приблизительно 100 лет эрес-исраэль действительно находилась под контролем птолемеев египетского царства при этом при этом птолемей в начале еще своего царствования птолемей который взял себе дополнительное имя сотер то есть избавитель он ворвался в Иерусалим захватил немало пленных и отправил их в Египет и хотя в Египте того времени уже существовали еврейские общины еще с персидских а некоторые говорят еще более ранее есть спор когда именно эти общины первые общины еврейские появились в Египте некоторые говорят что времена еще еще времена ассирийской власти саммитих один из фараонов 25 если не ошибаюсь династии перевез туда некоторое количество евреев а потом во время перца после разрушения храма в Вавилонскую эпоху там образовалось несколько общин потом во времена перца и вот во времена Птолемея Лагида Сотера тоже довольно сильно возросла еврейская община а потом во времена его преемника Птолемея второго Филадельфа как раз был сделан на греческий язык перевод Торы самая знаменитая сектуагинда в 301 году до новой эры Птолемей устанавливает контроль над эрой Цесраэль а через 100 примерно лет после этого после опять довольно немалых конфликтов в 201 году Антиох Третий Великий царь из династии Селевкидов вторгается снова в эрот Сесраэль и покоряет ее начиная со 198 года до новой эры все до новой эры страна Израиля становится переходит под контроль Селевкидов и остается таковой вплоть до Маковейского Восстания то есть до 168 164 годов до новой эры и Антиох Третий захватив Эрот Сесраэль сначала достаточно лоялен по отношению к еврейской общине он подтверждает ее право на самоопределение религиозное и административное и все это заканчивается с его смертью там правда после его смерти он умер в 187 году до новой эры еще несколько лет правил один из его сыновей Селевк четвертый но в 175 году он неожиданно умирает некоторые говорят его убивают убирают и к власти приходит другой сын Селевка который находился до того времени в Риме в качестве заложника поскольку прошу прощения другой сын Антиоха Антиоха Третьего который находился до того времени в Риме в качестве заложника потому что Антиох пытаясь завоевать разные территории в том числе Египет невольно наступил на мозоли римлянам в Римской Республике которая его в общем окоротила он потерпел поражение в битве и вынужден был платить колоссальные контрибуции пытался чтобы найти где-то деньги строить восточный поход в район Эйлама Эйлама это часть современного Ирана там разграбил храм в результате погиб так или иначе Антиох четвертый один из его сыновей восходит на престол в 175 году до новой эры Антиох четвертый по всей видимости страдает манией величия он называет себя Антиох Эпифан тем самым отождествляет себя с Зевсом и на монетах он так чеканил себя в образе Зевса потому что Эпифанус это буквально явившийся 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 это говорят о Боге на еврейском мидгале и с этого момента начинается резкое ухудшение отношений между еврейской общиной Херосесраэль и греческой властью селевкидов здесь мы поставим некоторую точку вернемся к этому и будем говорить об этом более подробно но вся эта как бы историческая преамбула была необходима нам для того чтобы начать разговор о корпусе маковейских книг о корпусе книг которые которые вошли иногда частично а иногда и полностью в некоторые списки священных или дефтероканонических то есть имеющие некоторый вторичный статус книг значит они входят в некоторые списки септуагенты и других более поздних переводов тинских переводов их четыре книги четыре так называемых маковейских книг которые по-гречески называются буквально та макабейка та макабайка вот эта та макабайка это буквально означает деяния дела маковея значит это на самом деле христианская христианский заголовок при этом надо понимать это мы увидим в дальнейшем что на самом деле в самих книгах только один человек носит вот этот титул маковей это иуда маковей самых знаменитых героев древней еврейской истории но потом это название было распространено на всю семью и династия хасманеев как бы вот этой семьи она называлась она называлась целиком макабим маковей теперь надо отметить что книги входящие в эту как бы сказать тетраду в эту четырех книжья они были созданы в разных местах в разное время и на разных языках из четырех этих книг только первая которую мы начнем наш разговор была судя по всему изначально написана на иврите в этом свидетельствует ее язык мы не будем заострять на этом внимание потому что мы будем смотреть на это в переводе но надо отметить что греческий текст который дошел до нас изобилует разными разного рода гибраизмами то есть если переводить это назад то очевидно что за теми или иными выражениями стоят ивритские эквиваленты часто библейские судя по всему книга эта была создана в стране Израиля в момент когда династия Хасмане была уже достаточно крепка и некоторые предполагают что эта книга была возможно создана во времена сына Шимона Маковея одного из братьев Иуды которого звали Йоханан Геркан теперь что касается остальных маковейских книг то они были написаны изначально на греческом языке и по всей видимости в диаспор я сейчас не буду отдельно говорить о каждой из книг судя по всему вторая маковейская книга она является переложением некоего исторического труда довольно объемного из пяти книг состоящего историка которого звали Ясон из Кирены то есть северной Африки где жил то точно где точно жил тот автор который сократил и написал сокращенный текст этой истории мы не знаем обе эти книги первая и вторая с одной стороны очень сходны друг с другом с другой стороны сильно отличаются сходны сходны они тем что собственно они описывают одни и те же события хронологические рамки не совсем одни и те же потому что вторая книга ограничивается историей Иуды Маковея а первая идет гораздо дальше по времени рассказывает о правлении братьев Иуды Йонатана и потом Шимона то есть она охватывает больше кусок времени и начинает как мы видели с упоминания о завоеваниях Александра но в целом как бы они действительно представляют собой некую параллель поэтому интересно их сравнить друг с другом и видим в процессе этого сравнения что несмотря на то что они относятся с одними и теми же событиями интерпретация этих событий в двух этих книг совершенно разная она отражает два совершенно разных подхода мировоззренческих что касается третьей Маковейской книги то она вообще не имеет прямого отношения к истории Маковеев и казалось бы она совершенно не должна была попасть в этот корпус но поскольку эта книга мы кстати ее когда-то упоминали обсуждая книгу Эстер поскольку эта книга рассказывает о гонениях религиозных гонениях на евреях происходивших в Толемеевском Египте то видимо это было непосредственной причиной того что эта книга была присоединена к корпусу потому что в конечном счете главная основная тема всех этих книг это гонение на евреев и то гонение на евреев со стороны эллинистических правителей и то как евреи смогли тем или иным образом пережить эти гонения и одержать победу что касается четвертой маковейской книги которая судя по мы не знаем точно кстати когда была создана третья маковейская книга но можно осторожно предположить что где-то между вторым первыми веками до новой эры что касается четвертой маковейской книги то она вообще не представляет собой фактически нарратив а скорее такое философское эссе которое посвящено вопросу о героической смерти во имя убеждений руководствуясь императивами разума это как бы книга это берет за основу некоторые сюжеты которые появляются во второй маковейской книге сюжеты которые на иврите мы бы сегодня назвали термином кедуша шем освящение божьего имени и создает на основе этих сюжетов вот такой вот философский трактат на тему о том почему в какой ситуации правильно жертвовать своей жизнью ради бога эта книга самая поздняя видимо создавалась во втором веке новой эры мы дойдем до нее вот в результате все эти книги были объединены вместе есть повторяю они все дошли до нас на греческом языке в первую очередь но есть и вторичные переводы на другие языки латинский армейский армянский коптский и некоторые другие эфиопский вот значит это как бы общее вступление в корпус маковейских книг такое краткое теперь я бы хотел показать вам издание которое я которым я пользуюсь но который перевод которого к сожалению не смогу здесь представить а мы будем пользоваться другим переводом который есть в интернете но я всячески рекомендую эту книгу вот она посмотрите пожалуйста такой здоровенный большой который так и называется книги маковеев эта книга была издана в издательстве Гешарим Иерусалим Москва значит целый коллектив авторов участвовал в подготовке этой книги это научно-критическое комментированное издание всех четырех маковейских книг и я хотел бы отметить что научным редактором этого издания является мой коллега исследователь которого зовут Михаил Туваль специалист как раз по этому периоду в целом и по Иосифу Флавию в частности грехо-римская история греческой эллинистические римские периоды еврейской истории вот это повторяю некоторое общее общее вступление теперь мы переходим сейчас к чтению первой маковейской книги мы убедимся в том что эта книга с одной стороны воприруется на вполне определенных фактах с другой стороны она их довольно вольно интерпретирует что-то добавляет что-то опускает вот и конечно она отражает определенную историческую концепцию которую мы с вами попытаемся осознать понять открыть мы будем читать это в русском переводе повторяю текст дошел до нас на греческом оригинал судя по всему существовал на и дрите сейчас я открою текст и мы начнем читать это произведение и по ходу дела по ходу дела обсуждать прочитанное повторяю перевод не самый лучший ненаучно критический но мы будем сейчас им пользоваться начало мы уже читали после того как Александр сын Филиппа Македонин который вышел из земли Китим поразил Дария царя Персидского и Медийского и воцарился вместо него прежде на Делладове значит здесь следует уже на этом этапе сказать сделать пояснение пояснение связанное с терминологией значит вот здесь написано земляки тем по другому чтению из земли Хитим да значит Хитим если это земля Хитим Хетская земля то это немножко странно потому что все равно речь идет явно о Македонии просто греческое написание обоих терминов Хитим и Китим одинаковы на иврите они пишутся по-разному Хитим Хет Тав Юдмем Китим Кав Тав Юд Юдмем теперь вот это Китим это термин это топоним который используется судя по всему уже в библейских книгах для обозначения народов которые пришли с островов Игейского моря судя по всему в первую очередь Кипр но с течением времени это название начинает как бы использоваться для обозначения диадохов Александра в первую очередь Толемеев и Селевкидов и вообще греков а потом чуть позже судя по всему это название метанимически переходит и на римлян так в Кумрани мы находим тексты в которых Китим обозначают именно римлян судя по всему в книге Даниэля это название используется для обозначения римлян продолжим чтение итак Александр произвел много войн и овладел многими укрепленными местами убивал царей земли и прошел до пределов земли как тогда их понимали а Индия как предел земли взял добычу от множества народов и умолкла земля пред ним умолкла земля пред ним судя по всему за этим выражением более правильный перевод и покоилась земля перед ним это типично такой библейский образ ватишкот гаарец и вот Александр возвысился и вознеслось сердце его опять же это образ очень библейский очень кто у кого-то включен микрофон и кто-то там разговаривает это нужно отключить друзья мои выключите пожалуйста микрофон тут не то если я попытаюсь отключить могу понять у кого это у этот шум а похоже это у самого Натана у тебя шум сейчас я буду поставить на мьют так мы продолжим теперь мы продолжим еще раз я открываю файл файл окей он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями они сделались его данниками после того он слег в постели почувствовал что умирает призвал знатных из слуг своих которые были воспитаны с ними от юности и разделил им свое царство еще при жизни своей подтверждения этому у нас на самом деле нет что Александр действительно дал такие распоряжения тем более что как мы знаем эти диадохи очень быстро начали ссориться и воевать друг с другом за власть Александр царствовал 12 лет и умер и владычествовали слуги его каждый в своем месте и по смерти его все они возложили на себя венцы а после них и сыновья их в течение многих лет и умножили зло на земле то есть таким образом нам здесь сразу дается некоторая историческая перспектива все эти царства все эти властители это некое воплощение зла они умножают зло на земле за этим выражением вполне возможно тоже стоит выражение библейское и как бы наиболее таким максимальным выражением этого зла стал Теох Эпифан просто которого мы упомянули и вышел от них корень греха корень греха корень зла или правильнее сказать по-гречески грешный корень Энтеох Эпифан сын царя Энтеоха который был заложником в Риме и воцарился в 137 году царства Эллинского тут мы должны понимать что тут хронология идет по македонскому летосчислению с момента фактически воцарения Селевка первого в как мы уже и говорили в 305 году до новой эры и то летосчисление которым мы сталкиваемся здесь это летосчисление по македонскому привычному ли нам летосчисление речь идет о 175 году до новой эры вот и до сих пор это было как бы некоторое довольно сухое описание фактов и правда уже с определенным с определенной направленностью сказать как бы основная идея состоит в том что зло исходит из эллинистического мира да вот от этих диадохов Александр но есть и другой источник зла с ним связан который описывается в 11 стихе в те дни вышли из израиля сыны беззаконные и убеждали многих говоря пойдем и заключим союз с народами окружающими нас ибо с тех пор как мы отделились от них постигли нас многие бедствия и добрым показалось это слово в глазах их да вот это добрым показалось слово в глазах их тоже такой типичный либраизм байтава то что скрывается за этим текстом теперь вот эти беззаконные сыны это опять же видимо еврейский текст бнейблияль вот которое выражение которое стоит за греческим которые занимаются тем что пытаются совратить своих соотечественников совратить своих соотечественников и это нас сразу же приводит к библейскому тексту это важный важный момент если я открою сейчас книгу двори пятую книгу тор 13 13 глава то вот что я могу прочесть вот если ты услышишь в одном из своих городов который Господь Бог дал тебе поселиться в ней что вышли люди негодные или как сказано здесь в этом переводе люди цены беззаконные бне блея из твоей среды и совращали жителей города говоря пойдем и будем служить другим богам пойдем и будем служить другим богам которых мы не знаем не знаем значит очевидно что наш автор ориентируется на библейский образец он стремится к тому чтобы история которую он рассказывает была своего рода ремейком повторением древней библейской истории как говорится в средневековье появился такой термин деяние отцов знак для сыновей то есть это такое типологическое видение истории библейская история повторяется а мы уже обсуждали это в рамках нашего курса что на самом деле это как бы было некоторое общее представление в древности история носит не просто последовательный характер но и цикличный тоже она повторяется потому что есть некая матрица которая заложена в библейском тексте а все что происходит потом это некоторая реконструкция этой древней истории поэтому например соответствую с еврейской традицией храм должен был и первый и второй быть разрушен в один тот же день девятая ава отмечается разрушение храма это типологическая видная история а кроме того помимо того что здесь есть отсылка к книге дворин здесь есть отсылка еще к одной книге пророка Ирмияу где рассказывается о том что Ирмияу находясь вместе со своими собратьями в Египте куда он был против своей воли отведен убеден беженцами из земли Израиля после убийства Гидалия сына Ахикапа и вот он вступает в некий конфликт спор со своими соотечественниками там которых он обвиняет в падении в язычество это рассказывается в 44 главе книги пророка Ирмияу я сейчас не вхожу в вопрос как какую именно какие именно исторические реалии отражает эта голова когда она была создана это отдельный вопрос но факт состоит в том что те кто с ним полемизируют эти как бы члены еврейской общины в Египте они говорят такую фразу что пока мы служили пока мы служили другим богам я упрощаю царица небес пока мы служили другим богам нам было хорошо а когда мы прекратили им служить нас постигли бедствия нас постигли многие бедствия то есть очевидно что автор нашей книги ориентируется на оба эти текста и на текст книги дворин и на текст книги Ермияу стараясь представить вот этих людей которые убеждали своих соотечественников в том чтобы стать так окружающие народы окружающие народы надо полагать что здесь подразумевается не только греки подразумевается те на кого греческая культура повлияла и здесь мы должны вспомнить о том что в целом греческое культурное влияние распространялось достаточно мирным путем и в начале на самом деле и в иудеи оно тоже распространялось достаточно мирным путем то есть сбой произошел именно во времена антиоха эпифана в следующий раз мы будем это обсуждать более прицельно и внимательно что же именно тогда произошло почему вдруг все так внезапно изменилось но та картина которую хочет построить нам изобразить автор первой маковейской книги сводится к двум довольно простым идеям первая идея появление антиоха эпифана и всех его преследований было логичным завершением того что началось во время завоевания Александра к этому все должно было прийти а во вторых среди еврейского народа были изменники которые пошли на союз с вот этой как бы чужой цивилизации дальше это то чем мы сегодня закончим это как бы детализируется некоторые из народа кто именно любопытно автор первой маковейской книги не уточняет кто это такие за люди мы вот начнем следующее занятие с вопросом скрываются ли за этими фигурами какие-то конкретные люди автор первой маковейской книги никак их не называют просто игнорирует реальные исторические фигуры некоторые из народа изъявили желание отправились к царю и он дал им право исполнять установления языческие они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому там как бы речь идет о том что были устроены гимнасии где и фебии то есть как бы юношам давался давалась возможность получать греческое классическое образование и как мы знаем в гимнасиях в этих тренировались нагишом это воспринимается автором первой маковейской книги чрезвычайно трагично как страшный грех поскольку действительно противоречит представлению о том как должен вести себя еврейский мужчина не может публично демонстрировать свою наготу у грехов как мы знаем было противоположной был противоположный взгляд на это человеческое тело прекрасно и поэтому нет ничего постыдного в публичной демонстрации наготы во время состязаний как тут написано установили у себя необрезание это такое очень странное выражение на самом деле правильнее перевести как в том издании на котором я опираюсь переведено восстановили себе крайнюю плоть то есть сделали некую операцию которая как бы в самом деле имела место у нас есть тому свидетельство пытались как бы восстановить крайнюю плоть чтобы обрезание не было видно отступили от святого завета может быть имеется ввиду завета обрезания может быть и в целом общим от завета бога соединились с язычниками и продались чтобы творить чтобы делать зло продались пороку здесь мы поставим точку а мы в следующий раз начнем во первых с обсуждения повторяю того кто это за люди если у нас хоть какая-то индикация о ком идет речь а во вторых мы обсудим что именно произошло во времена антиоха почему случился вот этот странный поворот к агрессии который в результате привел к восстанию макарей поставим здесь точку если есть вопросы то их можно прямо сейчас задать есть ли вопросы замечания на самом деле в самом деле есть да пожалуйста есть вопрос насколько можно насколько можно алекс у вас какой-то страшный шум вроде я вроде нормально как сейчас нормально сейчас нормально да то что то что произошло то что произошел конфликт именно при скажем так при антиохе при антиохе эпифане да может быть это можно можно объяснить значит тем что сам антиохе эпифан на тот момент попытался скажем так создать греческий создать греческий полис на месте иерусалима то есть то что что было то что было сделано это ну скажем так полное переформатирование вообще еврейской религиозной жизни я с вами согласен алекс но здесь возникает вопрос ваш ответ немедленно вызывает следующий вопрос а почему антиохе эпифан решил это сделать почему он отменил то что сделал его отец как бы это ведь не то что при его отце были какие-то постоянные бунты со стороны евреев и поэтому антиох решил резко изменить политику как раз такого не было все было достаточно спокойно и благополучно относительно были конечно всякие местные какие-то конфликты но в целом все было достаточно благополучно вопрос которым мы зададимся и на который дадим разные альтернативные ответы существующие в сегодняшней исторической науке на эту тему это вот что собственно произошло личность самого антиоха какие-то объективные обстоятельства в иудее проблемы антиоха с финансами там ну будут разные ответы просто я хочу сказать что то что вы сейчас озвучили совершенно верно это верно что он попытался превратить Иерусалим в греческий полис вопрос только почему он попытался сделать и это вот тот вопрос который на который мы пытаемся дать ответ но я заранее говорю что однозначного ответа нет то есть на эту тему историки спорят еще вопросы замечания у меня такой вопрос если меня слышно слышно вот то что сказано что Ефет будет жить в шатрах Шема да в общем то я не нашел такого как бы такой идеи я не знаю насколько она верна или нет какой то имеется ввиду поскольку речь там идет о нравственности собственно говоря в этом эпизоде что Шема и тогда в этих значит трех сыновьях Ноха как бы западными представляет Ефет имеется ввиду то что народы примут как бы нравственные законы истории ну смотрите вот те кто идут по линии комментариев что в шатрах Шема будет опитать Ефет есть такая линия уже в средневековом комментарии те на самом деле довольно естественным образом приходят эти комментарии как бы где-то более пространные где-то более краткие но они естественным образом приходят к этой идее что значит что Ефет будет обитать в шатрах Шема это значит что он как бы осознает верховенство или примат закона еврейского закона над той цивилизацией над той культурой которую он несет и этот примат закона может выражаться прежде всего каких-то универсальных этических ценностей вот так что это вполне естественное следствие такого комментария я только снова обращаю ваше внимание на то что существует и альтернативный комментарий согласно которому речь идет не о Ефете здесь а о Боге потому что сказано достаточно обтекаемо Бог расширит Ефета и будет опитать в шатрах Шема по простому казалось бы Бог то есть мы должны чтобы сказать что это Ефет будет опитать в шатрах Шема по ходу предложения изменить субъект действия подлежащего но опять же комментарий такой существует так что я с вами вполне согласен если вот первый вариант конечно тут вот в переводе действительно написано как бы с большой буквы то есть как бы сказали что это Всевышний будет обитать в шатрах Шема вот если первый вариант то получается что хам туда не включается допустим если он говорит даже о будущем мире то получается что как бы он не попадет в шатер Шема хам так и так об этом о хаме речи нет про хама говорится что ну не про хама про кнана это отдельный про кнана я вообще говорю про вопрос почему хам меняется на кнана это отдельная история но он будет рабом у своих братьев то есть он как бы про него и речь не идет о том что он будет в шатрах он как бы отдельно и будет хнаан раб им он отдельно если под этим подразумевать вообще мусульманский мир и так далее то получается что они как бы не остаются как бы я бы не стал так сказать во первых во первых что значит мусульманский мир а что касается хама и кнана то опять же не вдаваясь в подробности очевидно что этот текст как бы создает некоторую легитимацию тому что ханаанские народы населявшие эту землю не являются ее хозяевами это отсюда можно вывести что их можно отсюда изгнать разные выводы да Тора не объединяет этот образ с образом ишмаильтян по Торе ишмаильтяне потомки Шема так же точно как и евреи потомки Шема но это совершенно уже отдельный вопрос как это все перекладывать на современную действительность понятно спасибо пожалуйста есть еще у кого-то вопросы замечания похоже нет похоже нет тогда мы сегодня завершаем окей спасибо всем и чтобы все благополучно наши дети кто служит благополучно вернулись с этой войны Хамас сообщил во время занятия что он освободил еще двух израильское гражданство но пока это не подверждено окей спасибо спасибо всем Спасибо.